Великой Отечественной войне Великую Четыридесятницу молитвенного подвига. А если правильно нести этот пост, то действительно это подвиг. Воздержание не только в еде, воздержание в делах, мыслях. Не праздновести себя, а делая переоценку своих жизненных ценностей. Это время, когда каждый из нас должен посмотреть на себя, со стороны заглянуть внутрь себя, чтобы навести порядок в своей душе и, конечно же, в своей жизни. И от Святая Церковь прощенное воскресенье, совершая вечернюю и чин прощения совершая, предлагает каждому из нас испросить у Бога прощения Царицы Небесной, наших ангелов-хранителей, потому что мы своими неправильными поступками, а порой преступными поступками оскорбляем Всевышнего Творца, Дателя Жизни, Дателя всех благ земных, которым мы с вами пользуемся. Но относимся мы к своему дателю жизни порой по остаточному признаку, порой небрежно, а порой никак. Мы иногда думаем, что это само собой так мир устроен, и здравие, и то, что у нас имеется, это все, вот, ну, что-то я сделал. Мы прекрасно понимаем, что без Бога мы не можем ничего сделать, даже минуту прожить, не говоря годы и жизни. И, конечно же, в своей жизни не только мы оскорбляем Творца, Небо и Земли, Царицу Небесную, отдаляем от Себя ангелов-хранителей своих, своей непотребной жизнью, и остаемся порой брошенными. И не то, что нас Господь или Ангел бросил, а мы отдалили их от Себя своей непокорной, порой постыдной жизнью. И вот сегодня мы с вами собрались для того, чтобы попросить прощения у Бога, как я уже сказал, Матери Божией, ангелов-хранителей наших, и, конечно, и спросить друг у друга прощения, потому что мы порой оскорбляем друг друга незаслуженно, обижаемся друг на друга, а порой даже неимоверно, мы можем не разговаривать месяцами и годами, держать обиды, а Господь ведь сказал, в чем застану, в том и осужу. И не дай Бог, чтобы Господь застал кого-то из нас, чтобы мы не простили кому-то, и нам бы кто-то не простил, ибо Господь не простит нам при грешении наших. И мы сегодня с вами слышали евангельское повествование за Божественной Литургией именно об этом. И вот сегодня мы собрались для того, чтобы и спросить друг у друга прощения. Иногда нам кажется, что дому вроде бы никого не обижаем, но иногда мы даже помыслим друг о друге не так. Или кто-то сказал слово какое-то колкое, и мне не понравилось, и я тоже уже обиделся. Или кто-то сделал замечание о неправильности поведения или у храма, или на работе, неважно. Сколько у нас бывает обид, сколько бывает огорчений, а иногда и слезы проливаем, обижая друг друга. И вот за все нужно спросить сегодня прощения друг у друга. дабы прощение наше легло бы в основу прощения Господня каждому из нас. Будем просить, будем молиться милостивого Бога, чтобы Господь на протяжении этой четыре десятницы открыл нашу душу, наше сердце, исправил бы его конечно же, если мы будем стараться, Господь поможет непременно. От нас только нужно желание и стремление, а милость и помощь Божия будут содействовать и сопутствовать нам. И я, как управляющий епархией, как первое духовное лицо в округе, несу ответственность за всю Пасху. И я сегодня предстаю пред вами и спрашиваю вас прощения. Ибо кому-то, может быть, не уделил внимания, кому-то, может быть, не ответил, а кому-то, может быть, грубо ответил. всего и не упомнишь. И я хотел бы сейчас и сегодня просить у вас, дорогие отцы, братья и сестры, прощения, чтобы Господь мне дал возможность пронести покаяние Великим Постом и достойно встретить праздник Пасхи Господней. Ибо мы все стремимся к этому, простим друг друга и радостью об имя о великом празднике Воскресения, дабы и нам воскреснуть жизнь вечную. От сердца души всех спрашиваю прощения. Простите меня, Христа ради, за все мои прегрешения. Перед тем, как мы попросим прощения друг у друга, я хотел бы прочесть молитву на Великий Пост, чтобы милость Божия и помощь Божия содействовала и усопутствовала. Господом, молимся. Надеяние всем концептем рим, и сущим море далече, Божие, предварейки святые и сия гостные, законами, законами пророки и евангелисты, с подоби всех чистоте течения гостные прийти, веру неразлучшую запусти, и заповеди твоя сохранить во вся нижего до нашего. Ангелу мирну заповерь, соблюдать входы нашей исходы, на всякое дело какое и спас слушающую, и заугожающую, к совершенному причащению причистых твоих тари. Прими же, владыка, каменное поклонение и пост рабов твоих, все предстоящих и молящих, подая им благословение духовное, и всем нам о Христе Иисусе Господе наше, с Ним же богословернице, с пресвятыми благими жертвовляющих твоих лухах, ни пристно и вовеки бегут. Песня Богословение Богословение Богословение